И к другим темам. В высокогорном селе Хушет Сумадинского района долгожданный праздник. Автомобильная дорога, которую местные жители ждали всю свою жизнь, наконец достроена. Ранее они пользовались небезопасной тропинкой и буквально на своих плечах доставляли в село все необходимое для жизни. Какие трудности испытывали сельчане до и какие удобства появились со строительством автодороги в сюжете Курбана Рагимова. Село Хушет расположено на высоте около 2000 метров в местности со сложным рельефом. Здесь никогда не было автодороги и долгие годы село было буквально отрезано от цивилизации. Местные жители, чтобы добраться отсюда до ближайшей автодороги, проделывали путь в длину и в несколько десятков километров. Зимой по льду и летом в жару. Вот так пешком на себе и зачастую на ослах. Жители села Хушет доставляют продукты, стройматериалы и все необходимое для жизни. А кадры, где сельчане по узкой горной тропинке несут больную беременную женщину, разлетелись по всей стране. Теперь все эти трудности позади. Новая автодорога значительно упростит жизнь хушетинцев. Мы можем глазами видеть и даже местные жители, душой не можем верить о том, что у нас есть автомобильные дороги. Конечно, это просто безупречно, это словами не передать. Кто занимается стройкой, кто занимается хозяйственной деятельностью, то есть все можем теперь на машины возить. А то, что касается на ослах, на других транспортах, это было очень трудно. И некоторые вещи попортились по дороге, некоторые даже купили новые, но не добирались до дома. Тоже такие были моменты. Наши дяди, наши родители начинали с Эчета Майдана сюда пешком. Три дня добирались, муку доставляли, всякие продукты. И вот так, короче, жили раньше. Лет 10 назад, если бы мне сказали, что я вот это все вот здесь увижу, я, наверное, не поверил бы. Я сказал бы нет. Проложить здесь дорогу пробовали неоднократно, начиная еще с 1970-х годов. Более пяти лет назад за реализацию крупного проекта взялся местный меценат Абдурахман Камилов. В дорогу жизни он вложил около полумиллиарда рублей. Я просил Всевышнего, чтобы мне дал возможность помочь этим людям проложить эту дорогу. Я и не ожидал, что я могу сам своим средством реализовать этот проект. Но так получилось, что мои намерения реализовались в чистую. Бывали тяжелые моменты, но я стройку не останавливал. Я залезал в долги, брал деньги в долг, но дорогу я не останавливал. Я каждый год шел к той цели, которую я наметил для себя. Несмотря на сложные условия, в высокогорном Хушете живет около тысячи человек. Для них открытие дороги – новый этап жизни. А первые машины жители встречают прямо у въезда. Это дорога, это жизненная, необходимая дорога была. Много вокруг негативных, позитивных моментов было. Много разговоров было, что дорогу невозможно пробить. Проложил Абдурахман Саидович, довел до конца. Вы видели лица благодарных учительцев. Это малая часть. Они же в основном на сезонных работах за пределами. Конечно, неделю назад уже дорога открыта. Но мы, конечно, уже планируем, мы уже запроектировали, конечно, более нормативно, качественное состояние ее провести. И с началом 2024 года мы уже начнем эти строительно-монтажные работы. На сегодняшний день у нас уже подготовлена на 13,6 километров дороги подготовлена уже проектно-спередная документация. В ближайшие действия, наверное, получим уже положительное заключение экспертизы. И, конечно, уже законтрактуем. И с начала 2024 года мы его уже будем, конечно, отрабатывать. Это самое главное. Живописные горные леса занимают пятую часть территории Цумадинского района. Поэтому транспортная артерия не только заметно облегчит жизнь жителям более 10 сел, но и откроет новые перспективы для развития горного туризма. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Цумадинский район.